Вот смотрите, если бы, допустим, Навальный и кто-либо другой сказал бы, что Чечня, чеченцы и русские люди культурно идентичны, тогда это был бы предмет для дискуссии, и, конечно, подобное является неправдой, и это бы оспаривалось. У нас, извините меня, президент Аслан Масхадов погиб до последнего, требуя диалога с врагом, зная, что там не приемлят вопрос независимости, что они воюют с нами, чтобы ее нам не дать, он требовал диалога, давайте сядем, давайте поговорим, и там не хотели говорить, так и не поговорили. А тут, когда с тобой готовы разговаривать и закрываться, то есть самому закрывать двери. Про Юлию Навальную, про ее выступление скажешь мне не о том, что уже говорил я, я же, по-моему, по этому поводу, а, или это в голосовом чате у Хасана было, да? Да, я скажу, что для меня абсолютно не является удивительным или даже странным мнение россиян о том, что вообще сама любовь россиян к своей стране, и то, что россияне, и тем более те, кто хотят стать властью, те, кто являются оппозицией Путину, то, что такие люди не хотят развала для своей страны, я не вижу в этом ничего странного, и для меня гораздо страннее то, что люди ожидали от таких людей, что они будут желать развала для своей страны. Вот это для меня странно, то есть те люди, которые удивились, допустим, что Юлия Навальная высказала мнение, что она не хочет развала для своей страны, и что люди, призывающие к этому, там, можно разобраться, кто они, то есть это, то, что их это удивило, получается, они ожидали от Юлии Навальной, что она скажет, Россия должна развалиться, мы должны, там, распасться на множество разных государств, то есть если люди этого ожидали, то вот это для меня странно. Не странно, что россияне любят свою страну, тем более политики, желающие стать, заменить там Путина, что они любят свою страну и не хотят ее развала, в этом ничего странного нет. Когда мы привыкли к такому мнению, что есть спикеры, открыто говорящие о развале, о деколонизации, но это не российские, это не те политики, которые хотели бы или имеют даже какие-то шансы на то, чтобы стать альтернативной Путину властью. То есть мы слышим такие мнения с украинской стороны, мы слышим это от каких-то проукраинских политиков, но, блин, от россиян ожидать такого мнения, это как-то странно. Поэтому я не знаю, что по этому поводу еще можно сказать, я не удивлен этим, абсолютно не возмущен, но для меня это вполне понятная, ожидаемая позиция российского политика. И если вы спросите любого из сегодняшних российских политиков, оппозиционных Путина, они скажут то же самое. Те политики, россияне, желающие сменить Путина, стать властью, борющиеся за российский электорат, они все, конечно же, будут иметь именно такое мнение. Ты называешь желание, Юлия, продолжать оккупацию, тщение и любовью к своей стране. Вот видите, здесь уже идет подмена. То есть если бы Юлия Навальная, например, конкретно про Чеченью сделала бы заявление, вот это был бы уже предмет для разговора со мной. А когда человек просто выражает любовь к своему государству и говорит, что не хочет, чтобы его государство распалось, то в этой ситуации, ну для меня это абсолютно понятное мнение. Я вам просто скажу, Юлия Навальная, и я не знаю, правда, конкретно мнение Юлии Навальной о вопросе свободы независимости Чеченской республики Ичкерия, но в команде Навального есть люди, которые не хотят, чтобы Чеченья была свободной. Там есть такие люди, как, например, тот же Милоп или, например, тот же Жданов, по-моему, на такую тему высказывался. Но есть и те люди, которые вполне это допускают. Как, например, Волков делал публичное заявление, в котором говорил, если Чеченья хочет отделиться, ну от того, что Чеченья даже выйдет, если мы даже это рассмотрим, это не значит, что Россия там должна распасться. То есть люди, которые вполне на это смотрят, как на тему возможного диалога. Поэтому люди есть разные. Вот те конкретные среди них люди, которые, например, выступают с нежеланием или вообще неготовностью рассматривать вопрос чеченской независимости, как Милоп, допустим, который вообще в истории начинает фальсификацию там проводить, который, в принципе, даже не владеет информацией о том, как Чеченья начинало свой путь в современной истории, путь своей независимости. То есть в таких ситуациях мы конкретно выступаем. То есть мы неправильные, какие-то неверные тезисы, озвученные конкретными людьми, опровергаем. То есть здесь есть о чем поговорить, подискутировать. Но когда просто российский политик говорит, что он не хочет, чтобы его страна распалась, что он любит свою страну и свое государство, как мне на это реагировать? Как я могу сказать, что нет, это неправильно, ты должен ненавидеть свою страну, ты должен топить за то, чтобы она распалась? Ну, как человек адекватный, я понимаю, что они не будут, конечно же, за это топить. И в целом я, наверное, понимаю любовь россиян к своему государству. Для меня это тоже нормально, я не ждал от Юлии другого. Но когда речь идет о развале РФ, те понимают, что тут речь идет не об отделении Рязани. Ну, смотри, не факт. Если ты посмотришь, допустим, на карту, которая была показана на одном из форумов «Свободная Россия» или как это называется, «Free Russia Foundation», по-моему, который им руководит Гарри Каспаров. По-моему, если я могу здесь ошибиться, если я ошибся, то я прошу за это прощения. Ну, в общем, был один форум, это было после начала крупномасштабного вторжения России в Украину. И вот на этом форуме была показана карта, как члены этой конференции видят будущее России. И там прям, ну, по сути, страна была нарезана на кусочки. И там, поверь мне, далеко не о чечении речь шла. Там, по сути, как такой торт Россия была нарезана. Поэтому, я думаю, когда российские политики оппонируют такому мнению о развале, то они имеют в виду не конкретно нас там. То есть, допустим, после слов Волкова о том, что он вполне нормально смотрит, ну, смотрит как на допустимый прецедент отделения Чеченской Республики Ишкерия, не видит в этом какого-то преддверия, краха всей России, что все после этого там начнут отделяться. То есть, он вполне считает, что ну и что, даже если это произойдет, в этом нет ничего страшного. И после этого, я думаю, что когда россияне, российские политики реагируют очень эмоционально на высказывания, допустим, о развале, ну, там подразумевается не конкретно чечение. Там этот вопрос более такой глобальный и обширный. В любом случае, смотрите, можно очень сильно возмущаться на какие-то там высказывания. Но пока есть некая политическая сила, которая не закрывает двери для диалога, для какого-то обсуждения, это хорошо, и мы не стремимся к тому, чтобы закрывать эти двери, обострять, переходить на какие-то оскорбления и так далее. Пока есть возможность для диалога, конечно же, мы должны стремиться к тому, чтобы этот диалог вести. Поэтому как-то, я думаю, нужно спокойнее реагировать на подобные вещи. Если там нет вот конкретного, как, например, с Миловым. С Миловым там была конкретная агрессия с его стороны, он прямо очень сильно раздражался. Видно было, что он нервничал, когда ему задавали вопросы, имя упоминали, он вообще начинал некорректно высказываться. То есть в такой ситуации понятно, какой привет, такой ответ. У нас позиция такая, те, кто к нам приходят с агрессией, мы таким людям отвечаем агрессией на агрессию. Когда кто-то проявляет высокомерие в отношении нас, мы умножаем это высокомерие на 10, на 100 и возвращаем обратно. Но когда есть открытость к диалогу, мы открыты для этого диалога. И пока я не вижу каких-то сигналов, чтобы эти двери для диалога были закрыты. Это не значит, что они завтра не могут закрыться, это не значит, что всегда будет вот так, как сейчас. Может быть, завтра отношения могут как-то ухудшиться, могут наоборот улучшиться. Поэтому в зависимости от того, на какой стадии, в каком статусе находятся отношения сейчас, мы из этого и исходим. Россия не может быть правовой в ее сегодняшних границах, потому что большинство территорий оккупации. Так, по поводу слов Навальной мы уже вначале прокомментировали. Но здесь вот момент есть такой, что я думаю, меня спрашивают о ее словах, что Россия культурно идентичная, намекая на то, что Чечня и другие подобные субъекты не получат независимость. Вот смотрите, если бы, допустим, Навальная и кто-либо другой сказал бы, что Чечня, чеченцы и русские люди культурно идентичные, тогда это был бы предмет для дискуссии, конечно, подобное является неправдой и это бы оспаривалось. Но Навальная этого не сказала. Поэтому, я еще раз повторяю, из того, что она сказала, для меня странным я там ничего не вижу. Я считаю, что это вполне ожидаемые слова российских политиков и российских оппозиционеров. Так, Томсо, вы думаете, что либералы вам лично чем-то помогут? Лично мне? Какая помощь мне нужна от либералов? Я не понял этого вопроса. Его, по-моему, нужно как-то раскрыть. Так, раскрываю вопрос про либералов. До интервью Дудю про Ходорковского Томсо был скуп. Теперь Томсо заискивает с Юлей вопрос, зачем? До чего интервью Дудю про Ходорковского? Я этого не понял. В каком смысле Томсо был скуп? И в каком смысле теперь Томсо заискивает? Я что-то не могу врубиться. В чем заискивание Томсо? У меня никогда не было никаких контактов с Юлей Навальной. У меня всегда были и остаются контакты с командой Навального. Они приглашают меня в эту программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». И в этом плане у нас есть вот это и наши контакты. У меня есть добрые отношения с некоторыми членами команды Алексея Навального. У меня есть история отношений с этой командой. Есть определенная благодарность конкретно Алексею Навальному, так как есть история взаимоотношений. Ничего более этого, то есть это не то, что после какого-то интервью произошло. Это изначально всегда так было. В том, что свобода насильственно присоединенных земель – единственный разумный итог России. Но Юлия решила оправдать империализм и колониализм России гнусной ложью о том, что у нас общий культ-контекст. А ты в смысле серьезно вот так вот думал, что свобода насильственно присоединенных земель – единственный разумный итог России, что вот такое мнение будет у Юлии Навальной? Ты реально думал, что такое может быть? Или у кого-то из российских политиков ты считаешь, что может быть такое мнение у тех, кто реально претендует на то, чтобы стать властью в России? О чем мы говорим? Зачем мы об этом говорим? Это же бессмысленная абсолютно дискуссия. Но не будет среди российской оппозиции, среди российских политиков, не будет людей, которые будут говорить, что нужно развалить эту страну. Не будет. Тогда я и не думал, что оппозиция захочет дать свободу Чечне, будучи у власти на вопрос, но вопрос, как ты можешь поддерживать хорошее отношение с ФБК, которое не согласно с твоей главной идеей – свободой для Чечения. Но я чуть ранее уже отвечал на этот вопрос, что команда – это обширная команда, в которой есть такие персонажи, как Милов, который, допустим, вообще не приемлет дискуссию на тему свободы Чеченской Республики. И поэтому конкретно Милову был дан ответ дважды у меня на канале. И есть, например, Волков, который публично заявил, что хочет, если Чечня захочет отделиться, ну какие проблемы? Я не вижу в этом проблем. Видите, команда, она многогранна, там разные люди, поэтому в целом с командой, да, у меня с ними есть нормальные отношения. И самое важное, что вот как раз вот этот подход, что типа если там позиция, которая нам не нравится, давайте вообще закрывать все контакты, то есть чтобы не было вообще возможностей даже для диалога, но это тупиковая тема. У нас, извините меня, президент Аслан Масхадов погиб до последнего, требуя диалога с врагом, зная, что там не приемлят вопрос независимости, что они воюют с нами, чтобы ее нам не дать. Он требовал диалога. Давайте сядем, давайте поговорим. И там не хотели говорить, так и не поговорили. А тут, когда с тобой готовы разговаривать и закрываться, то есть самому закрывать двери, как минимум не продуктивно в этом какой-то пользы для нас, для нашего освобождения, в этом, конечно, нет. Субтитры создавал DimaTorzok